Здоровье – одна из главных ценностей в жизни каждого человека. Забота о нем – залог долголетия. И сохранение здоровья – это одна из главных задач не только сферы здравоохранения, но и самого муниципалитета. Какие новые проекты появляются в Новоуральске, расскажет Валерия Конева. Если в организме что-то беспокоит, мы обращаемся к врачам. Но порой визита можно избежать. В этом деле каждому из нас поможет профилактика – полезного питания, отказа от вредных привычек, активного образа жизни. А вот проект «Школа здоровья» станет возможностью узнать больше о хронических неинфекционных заболеваниях. Пилотные мероприятия уже прошли. Свою работу в этом году он начнет в поликлинике. Будут проводиться занятия, для этого приобретут интерактивную доску с принадлежностями, ноутбук и проектор. На это и другие улучшения «Росатом» выделил 19 миллионов рублей в рамках совместного с ФМБА проекта по улучшению качества и доступности медицины в Новоуральске. Такой процесс уже запущен не один месяц. Проект «Бережливая поликлиника» несколько лет облегчает для новоуральцев получение медицинских услуг. Создан колл-центр с единым номером, запись на приемы в вызовах, врача на дом вручную канули в лету. Некоторые функции медперсонала переданы компьютеру для оптимизации процессов. В прошлом году в Новоуральске стартовал еще один проект по модернизации медицины. Госкорпорация «Росатом» и ФМБА России в период до 2025 года участвуют в процессе совершенствования качества и доступности медицинской помощи. Так, в прошлом году в детской поликлинике появилась новая мебель и прошла реконструкция медицинских и общественных помещений. Обновлены окно регистратуры, комната матери и ребенка, оборудована санитарная комната для инвалидов. Все это теперь создает уют для посетителей поликлиники. А в филиале номер три прошлым летом завершились ремонтные работы в обновленном фильтре. Реконструкция специального блока для инфекционных больных – самый большой проект именно для городской поликлиники. Вместо прежнего стихийного фильтра на базе поликлиники на улице Комсомольской появился блок с отдельным входом. Во всех филиалах появились комфортные зоны ожидания, доработанная навигация, установленный тепловизор, увеличена доля записи в электронном виде и по звонку. Мы приводим нашу медицинскую организацию в соответствии с новой моделью медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. В настоящее время у нас реализуются три проекта, они касаются только взрослого населения. Это повышение технической медицинской профилактики для работников промышленности в нашей заводской поликлинике. Сейчас у нас создается промышленный центр на базе первых филиалов городской поликлиники. У нас очень простая задача – сделать намного лучше Дубны. В Дубне мы увидели, что эталоном это назвать нельзя. Эталон должен быть у нас. Сейчас в планах изменение первых этажей поликлиник номер 1 и 3. Оно состоится уже в этом году. С проектантами контакт найден. Так что уже в сентябре мы сможем наблюдать первые изменения. Также в филиале номер 3 планируется создание полноценного диагностического отделения на первом этаже, чтобы исключить подъем на четвертый. Помимо этого будет уменьшено время прохождения диспансеризации. Обследование можно будет завершить за один визит. Но все это касается медицинской профилактики. В дополнение к этой практике в городе будет сформирован план, который поможет привлечь больше внимания к активному образу жизни, занятиям спортом, правильному питанию, а также отказу от зависимости. Направление программы более точно сформируют, исходя из анализа ситуации на территории, представленном медиками. Получается, что направление работы по национальному проекту, те задачи, которые ставит государство и перед Минздравом России, и перед отдельными муниципалитетами, они очень близки к любому жителю. Они связаны с тем, что можно делать на месте для укрепления этого здоровья, для стремления к здоровому образу жизни, для поддержания физической формы. Ну и мы, как и, наверное, должный, положенный такой координационный совет по укреплению общественного здоровья создали. Абсолютно разные специалисты, представители общественных организаций в него входят. Больше 20 человек, медико-санитарная часть – это только один человек. Поэтому не только медицинские работники, но и все, кто хоть как-то связан с этой темой, они могут навуральцев поддерживать, помогать в этом вопросе и вместе над темой укрепления здоровья работать. Уже реализуются отдельные программы, такие как навуральское долголетие, массовые мероприятия, вспомним только ярмарку здоровья. А в августе жителей ждет еще один праздник – День физкультурника. События обещают быть масштабным не только для спортсменов, но и для семей. Самый активный праздник для навуральцев уже не за горами и пройдет 12 августа. Более 20 видов спорта будут представлены на 11 площадках в разных районах города. Концерты «Спортивный комплекс», «Спортивная база Айсберг», «Дворец спорта Дельфин», «Центральный парк культуры и отдыха», «Центр ГТО» на Фрунзе и Сейма, «Фок», «Кедр Южный», «Спортивная школа номер 2», «Открытая теннисная площадка» во дворе Ленина, 54. «Спортивная площадка», расположенная на Жиголовского 2, «Дрёбь-2», «Городской пляж», «Горнолыжный комплекс», «Висячий камень». Событием охвачен, можно сказать, весь город в программе праздника. Спортивные соревнования, мастер-классы, веселые старты, открытые тренировки, прием нормативов ГТО и многое другое. Валерия Конева, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.